Христос родился! Слава Христу! Слава Христу! Благодарение Богу за возможность каждого из нас сегодня посетить Дом Молитвы. И вы знаете, я уверен на сто процентов, что никто здесь находящийся не пожалеет об этом. Потому что Бог незримо находится здесь, рядом с нами. И Он внимательно смотрит на то, как мы слышим Слово Божие. И для Него особенно важно, чтобы это Слово Божие, которое мы сегодня услышим, чтобы ты особо исполнил свою жизнь. Не просто услышал, согласились или с чем невозможно не согласились и ушли. Но чтобы наше служение было для пользы, прежде всего для нас. Потому что мы являемся детьми самого Бога. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний великий день, праздник, это Богоявление. И мы вспоминаем такое самое крещение. Потому что Бог, Иисус Христос, Он в реке Ягдан, когда являлся при крещении, было то явление Святой Троицы. И волос неба, и Дух Святой имение волос для образа. И сам Иисус Христос находился там. И действительно, об этом великая слава и благодарение Богу за то, что Он открывается для нас, для нас обычных людей. И в Иисусе Христе это Он родился в Собириеме. Далеко, далеко там, но так же самое близко, как сегодня в наших сердцах. И об этом замечательно сказал апостол Павел Колоссян 2 глава 9 стих. Тут такие слова. Ибо в нем обитала вся полнота Божества Телесного. В Иисусе Христе обитала вся полнота Божества Телесного. Непостижимый Бог. Творец Вселенной. И я думаю, каждый из нас неоднократно слышал в своей жизни и еще раз об этом услышит. Если взглянуть на небоскоп, то, что над нами, поднять глаза с земли в небо, ввысь, и посмотреть, то нельзя остаться равнодушным. Ты понимаешь, что действительно это величие. Это настолько все превосходит мышление человеческое, что непостижимо зачастую. И мы понимаем, что у всего этого есть Создатель. И нам же людям, конечно, хотелось бы узнать. Стремиться. Душа человека стремится к познанию истины. Она стремится к познанию того, кто это все создал. И там за то, как было над той взрыв человечества, люди стремились действительно познать, где находится это Божество. Определить его. Они создавали зачастую идолов, каких-то истуканов. Иногда даже тратили большие средства. Их были они золотые, серебряные. Но это все не то. Это даже этого дела до века. Потому что они поклонялись тому, как Богу. Действительно, Бог, Он не зрим. Он вездесущий. И Он находится везде. И обитает там, где зачастую люди думают, что здесь Бога нет. «Если был бы Бог», как недавно я слышал о том, что когда мы приглашали людей в церковь, и одна женщина говорит, «Если был бы Бог, не было бы войны». И ничего она больше не хотела слушать. Она настроена так, категорически. Но прекрасно понимает, каждый знает, что человек выбирает. Добро и не слово. Кому ему служить? Боргуй души человеческому, либо Богу. И все зависит от того, чьи мы дети. Добросает нас Бог понимать важность его положения. И ослаблять Бога. В каждом прошлом дне. Возгласить Ему славу. И Бог на этого достойный. Бог является самым образцом в истории рода человеческа. Он являлся и там, в Эдемском саду. Человек был вообще не с Богом. Напрямую связан был этот контакт с Адамом. Он был близок к первым людям. И так же само покорялся и Авраамом. В виде трех странников, которые проходили мимо него. И являлся также и Моисеем в виде горящего пуста. Но вот здесь Бог явился для людей. В Иисусе. Теперь мы не можем сказать, что мы не знаем Бога. Конечно, наше знание бесконечно малое. Мы зачастую не понимаем много нашей жизни. Но Бог открывает свои заповеди. Открывает свои законы. Священное Писание. Книги Библии. Читая ее и вникая в нее, мы понимаем, к чему мы стремимся. Мы определяем свои цели в своей жизни. Чего нам нужно достичь. Чего нужно развиваться. Что нужно, возможно, оставить. И не привлекаться к этому. И вот мы знаем боли Божию. И что она прямо связана с добром. Только добро исходит из уст Божьих. Из Его заповеди. Из Его закона. И сегодня в это прекрасное утро снежное, морозное. Хочется прочитать. Иван для от Луки. Вторая глава. С 8 по 20 стих включительно. Иван для от Луки. 2 глава. С 8 по 20 стих. В той местности были на поле пастухи. Которые содержали ночную стражу уста до своего. Вдруг пристал им Ангел Господень. И слава Господне осияла их. И объял их страх великий. И сказал им Ангел. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость. Которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Который и есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете владельца в перенах лежащего в ляске. И внезапно явилось страхово многочисленное воленство небесное. Славящее Бога и не взывающего. Слава Вышли к Богу. И на земле в мире. В человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них. На небо поступить. И сказали друг другу. Пойдем и прием. И посмотрим что там случилось. О чем возвестил нам Господь. И поспешив пришли. И нашли младенца. И нашли Марию. И Иосифа. И младенца лежащего в яске. Увидев же рассказали о том. Что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие делились тому. И рассказывали. Что рассказывали им пастухи. А Мария хранила все слова. И теми размышляя в сердце свое. И возрастились пастухи. Слава и хваля Бога. За все что слышали и видели. Как им сказано было. Такое требование. Что многие из вас неоднократно уже читали это в своей жизни. Но сегодня именно тот день. Когда произошла та радостная листья. Они прославили Бога. Те обычные пастухи. Ничем не приметные. Не особые. Возможно отрамотные люди. Но им явилась слава Бога. И они пошли и вознестили это другим. И все удивились. Все благословляли. Благодарили Бога за ту радость. Которую они получили. Сегодня тот день. Когда мы можем с ним тоже поделиться этой радостью. Ведь каждого из нас есть знакомые и близкие. Которые не ходят до молитвы. Для них этот праздник так как обычный день в календаре. Возможно выделен красным цветом. Но когда сердце наполняется радостью. Когда Иисус приступит в этом сердце. То он является особым праздником. Это Рождество. Рождество Спасителя. И вот примерно. Такой пример для вашего общего назидания. Надо поделиться с вами. Примерно около 60 лет назад. Время сталинских. Депрессии. Депрессии можно сказать. Один проповедник был заключен 10 лет. На Урагах. Он находился там. В лагере. Казалось бы тяжелый труд. Плохое питание. Разлуха с семьей. И он стал сильно унывать. И из его уст вышли такие слова. Господи. Почему я и тысячи людей должны безбитно страдать. И вся его отрада была в землянке. Где он уединялся от общего количества людей. От всех этих заключенных. И он там молился. Плакал. Иногда вспоминал. Цитировал некоторые стихи из Библии. Это было как бы у него огромное место. Где он может напрямую пообщаться с Богом. И вот. Находясь в бараке. Нельзя было этого сделать. Потому что если кто это увидит. Он был сильно наказан. И однажды. Находясь в своей землянке. Он вспомнил вдруг. И увидел. Как высоко в небе засиял источник света. Затем он услышал голос. Почему ты думаешь. Что ты покинут людьми. И забыл Бога. Посмотри на этот свет. Это молитвы родственников и друзей. Они не забыли тебя. И я не оставил тебя. И он говорит своими словами. Рассказывает историю. Я почувствовал как Дух Божий наполнил меня. Я был наполнен большой радостью. И я понял что Бог не оставил меня. Действительно. Зачастую люди думают. Что Бог оставляет. Бог он отошел в сторону. Он где-то. Возможно чем-то занят. Но это не так. Действительно. Каждому из нас. Бог присутствует очень рядышко. Он находится очень близко. И он всегда хотел поддерживать. И те молитвы друзей. Близких и родственников. Которые мы должны возносить. Занемирующих своих друзей. Знакомых и родственников. И это подталкивает нас к действию. Не думать. Что если мы спасены. То это хорошо конечно. Но нужно также спасать других людей. Нести это все дальше. И Рождество несет ему радость. И все. Радостную вещь. Мы как любим Бога. Мы должны это делать. И каждый из вас. Я думаю. Знает на память этот стиль. Иоанна 3 глава 16. 18 стих. Ибо так возглавил Бог мир. Что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него. Не погиб. Но имел жизнь вечно. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир. Чтобы судить мир. Но чтобы мир спасен был через Него. Бог послал Сына в мир. Чтобы мир спасен был через Него. Бог возвестил о рождении Своего Сына самым ничтожным людям. Тем пастухам. И почему казалось бы Он избрал именно их. Он сказал. Как-то один человек. Брест Паскаль сказал такие слова. Бог не есть Бог ученый. А Бог Авраама. Исаака. И Иакова. И зачастую Бог избирает тех людей. Которые не примет на первый взгляд. Едион был один из меньших в своем родстве. Но он был избран. Для славы Божьей. И он проявил эту славу. Давид был на меньшие сыновей отца своего. И он был царем. Апостол Павел. Когда знал церковь. Но потом дух как кардинально его изменил. Его жизнь. И он стал тем славным. Можно сказать. Лучом света. И он многие темные. Оковые разбивал эти света. Свои знаниями. И проявления Бога. И в 1 Корейском 1 главе 2.6 по 22. Такие слова. Посмотрите братья. Кто вы? Призванные. Немного из вас мудрых. По плоти. Немного сильных. Немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мир. Чтобы пострадить мудрых. Немощное миро избрал Бог. Чтобы пострадить сильное. И незнадное миро. И ничтожное. И ничего не знающее. Избрал Бог. Чтобы упразднить значащее. Для того. Чтобы никакая рука. Не хвалилась перед Богом. У Бога совсем другие взгляды. Он смотрит не так как человек. И дорогой друг. Зачастую человек. Кажется. Ну кто я такой. Чтобы идти. Идти. Вслед вслед с Богом. Находиться в прямом общении с Ним. Но Бог призывает. И это радостное место. Радостное место. На отдыхающего человека. Не такого человека. Которого Бог бы. Отвернулся бы. И. Исайя говорит такие слова. Глава. 66 глава. Второй стих. Глава. Радостное место. Это быть грешником. И многие оправдывают себя. Что. Вот я хорошая семья. У меня есть достаточно неплохая работа. У меня есть дом. Почему мне не жить так спокойно. Всю жизнь прожить. И не задумать о вечности. Но Бог призывает нас. Чтобы мы понимали. Что. Праздник. Это не только Рождество. И Пасха. И. Зачастую. Некоторые люди. Живут так. Наступил праздник. Рождество. Можно посетить церковь. Можно посетить дом молитвы. Пошел тот праздник. Живут долгое время. Не зная. Не вспоминая о Боге. Наступила Пасха. Вот. Это тоже святой праздник. Можно посетить церковь. И кто-то сказал. Что тот человек. Который посещает дом молитвы. Или церковь. Два раза в году. Так же самое. Если бы человек принимал душ. Два раза в году. А мусора. Ну а потом. Через какое-то время. Сколько он сможет. Продержаться чистым. Тяжело очень это. Остаться в таком состоянии. Бог призывает нас. Непрестанно. Постоянно находиться. В общении с ним. И последствия. Которые хочу прочитать. Из написанного. Иеремия. 17 глава. 9-10 стих. Иеремия. 17 глава. 9-10 стих. Лукавость сердца человеческая. Более всего. И крайне испорченная. Кто узнает его. Я Господь. Проникаю в сердце. И испытываю мудренности. Чтобы воздать каждому пути его. По плодам. Дел его. Дополнит нас Бог. Понимать. Пощет нам мудрость. Узнать. Кто наш Бог. Кто наш Создатель. Насколько он величественный свят. Чтобы наше сердце наполнилось. Прежде всего. Благодарностью. За его любовь к нам. Слава Иисусу Христу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.